Мы будем жить теперь по-новому. На курорте прошло первое обсуждение нового генплана. Разработчики рассказали, как будет идти работа над главным градостроительным документом курорта. В городском театре Анапы состоялось заседание межведомственной рабочей группы с участием представителей Института перспективного градостроительства из Санкт-Петербурга, который выиграл конкурс по разработке изменений в генплан города-курорта. В первую установочную встречу проектировщиков с активом города провел исполняющий обязанности главы города-курорта Василий Швец. Он отметил, что в зале собрались представители общественной палаты и общественного совета. Все ваши предложения, все инициативы, все идеи, как улучшить, как улучшить свое счастье на территории нашего города, то есть, словно, как все будут услышаны, приведены, проанализированы и включены. В ближайшее время будет создан сайт, куда можно будет обратиться с вопросами и пожеланиями по изменению в генплан. В течение нескольких месяцев будет осуществляться сбор и анализ материала, а также проектировщикам предстоит детальное знакомство с территорией и ее особенностями, рабочие встречи с жителями, специалистами разных сфер. В ближайшее время запустим сайт специальный про генеральный план, куда надо будет обращаться со всеми вопросами и пожеланиями. И мы будем их анализировать по возможности, как бы, оценивать правовую, геометическую правовую, да, предложение, можно ли нельзя это сделать, и, конечно, это можно завязать на будущее членов. Василий Швец подчеркнул, что губернатор Кубани поставил задачу утвердить разработанный и полностью согласованный документ до конца следующего года. Все строительные декабры, которые есть на территории муниципального образования, все попадают в зону нефосомого. Внимание, они условно не будут просчитывать. Производительные силы, транспортные, анагистические распределения, потоки и так далее, согласовывают. Участники встречи обозначили несколько принципиальных позиций. Это развитие набережной, зеленых зон, внимание к пляжам на всей ее протяженности, установка малых архитектурных форм и других точек притяжения. Я считаю, что главный, наверное, концерт здесь, если вы не представляете, то это звучит само название слова. Она как город Курок, прежде всего. Поэтому составляющая должна быть, превалирующая, прежде всего, именно составляющая Курокна. Как нашим людям, которые приезжают из всей страны, здесь комфортно, арт-экранит. Что для этого мы должны сделать. Председатель общественного объединения инвалидов «Ковчег» Марина Буковец попросила обязательно учесть развитие безбарьерной среды, необходимой для маломобильных групп населения. У меня вопрос по малей части населения. Это маломобильная группа. Туда же относятся. Вы знаете, малые, малые с колясками, пожилые. Так как у нас город детский, то я думаю, что надо очень сильно поднимать внимание, что когда вы будете новую территорию развивать, либо какие-то, либо желательно, дорожки нам запланируйте отдельные. Общественники также озвучили пожелание уделить серьезное внимание сельским округам, учреждениям дополнительного образования детей, сохранению и приумножению зеленых зон, строительству ливневых канализаций и развитию инженерных сетей. Это не просто должен быть генплан муниципального образования, городской округ, но это должен быть генплан курортной территории. И мы еще, так сказать, по старой памяти считаем ее территорией федерального значения. Она такой должна остаться. Поэтому мы должны иметь городостроительный документ, в котором четко прописано, в общем-то, каким образом будет развиваться, сохраняться курорт Анапа.